добрый день здравствуйте но интернет нам сообщает о том что надо девчата начинают присоединяться к нашему прямому эфиру чувствую себя как диктор центрального телевидения при выключенном телевизоре так мы начинаем уведомлять ваших подписчиков о начале прямого эфира чтобы они могли присоединиться ну вот нас уже трое да как минимум два человека смотрят и я уже трое уже прямо даже хочется это сообразить на троих так но сейчас время там что там 14 02 так пошла первая минутка так значит мы сегодня с вами посвятим время дизайном которые смогут сделать даже мастера которые только-только буквально вчера отрезали свою первую кутикулу до хочется как бы чтобы дизайны были быстрыми и с ними могли справиться абсолютно любые мастера потому что сейчас очень много выпускается продукции которые ну как говорится сразу как бы прямое решение да то есть как бы быстрое решение дизайнов вот и ну естественно компания ими компания ими да кому интересно поме тут еще каких-то пару вариантов попробовала сделать просто таких знаете как современное искусство клякса с неоновыми пигментами если видно но мы сейчас вот так вот сделаем нам же нужно держать марку вот так ими так и вот тут вот такие вот варианты дизайна значит дизайны в которых совершенно не нужно умеет рисовать от слова совсем ну разве что потребуется небольшой может быть там маленькая тренировочка для того чтобы вот например лепесточки у цветочков до сделать какими-то объемными а мы будем делать на готовой поверхности с помощью импасты и поэтому я думаю что в принципе ну по готовому рисунку по готовому решению поэтому я думаю что не будет никаких проблем с этим ну и конечно же красота этих дизайнов вот именно в неонах да неоны которые вы видите на заднем плане мы можем с вами сделать ниточки неонового цвета мы можем с вами сделать вот такой вот интересный фактурный рисунок и вообще вы знаете как бы я думаю что с таким вот фактурным таким вот нитки там с пигментом или вот такой вот просто пигментированный фон на заднем плане думаю что это даже наверное многие видели в интернете сплошь и рядом мелькают работы с неоновыми пигментами и часто конечно же оно одно по одному где-то повторяется но мы просто попытаемся с вами совместить готовые решения вот с такими интересными всякими вставками с неоновыми пигментами видите там вот всякие там ниточки там дырочки там и так далее так ну значит для что нам потребуется в нашей работе ну во первых конечно же нам потребуются неоновые пигменты и если например посмотреть в каталог заглянуть продукции эми то на самом деле их не так уж и много и как бы если с учетом того что ценовая политика примерно у пигментов ну плюс-минус сто рублей допустим там на рынке ну получается там но 700 рублей убытка это можно выбрать не из семи допустим пигментов каких-то там три-четыре основных и делать с ними всевозможные дизайны и вот как раз таки лето до лето это как раз таки то время года когда хочется каких-то ярких ногтей на руках на ногах и так далее вот пигменты конечно могут пойти в ход ну я так на всякий случай просто скажу что если вдруг кто-то захочет заинтересуется продукции до ими общение у нас пигментов много разных фирм выпускает ну вот допустим у нас в эме это конкретно 185 186 так что у нас тут 177 179 178 180 190 это все-таки яркие красивые пигменты девчат ну конечно же основная допустим как бы основное действие они могут выступать как основном как основной как скажем такую основная декорация да то есть как бы в дизайме них можно втирать в липкий слой ими можно там посыпать присыпать какие-то гели и так далее второе конечно функционал у них это то что можно смешивать например с любыми цветами получать дополнительные оттенки и если например взять допустим белый гель лак допустим да вот нашем случае это первый 001 то как бы вот один гель лачок допустим да ну пусть стоит допустим на рынке там допустим там 700 рублей да вот и если например купить какой-то пастельный яркий розовый пастельный желтый пастельный голубой то каждый цвет как бы естественно будет стоить как бы отдельно да там 700 рублей ну а если например взять и белый цвет смешивать просто с пигментами, то, конечно же, себестоимость в разы уменьшается. То есть, допустим, в среднем пигмент стоит, допустим, 100 рублей, ну, 120 от силы. И вы можете смешивать, допустим, белый гель-лак с любыми пигментами и, конечно же, получать кучу новых дополнительных оттенков. Вы можете смешивать не только белый гель-лак, вы можете смешивать белую гелевую краску, вы можете смешивать, если, например, у вас есть какой-нибудь пастельный голубой цвет, вы можете запросто добавить в него пигмент, смешать и получить, например, более насыщенный синий цвет, да, гель-лака, или, допустим, там, если нет у вас вот зеленого гель-лака, это же все-таки такой цвет специфический, да, не все любят зеленым цветом покрывать, но это в последнее время там модно. А вот в дизайнах в виде там всяких листочков, веточек и так далее, часто требуется в дизайнах, например, какая-то гелевая краска зеленого цвета или гель-лак зеленого цвета, можно просто взять, есть белый, смешать с белым, нету белого, можно взять какой-нибудь пастельный желтый, пастельный голубой, добавив зеленый пигмент, вы всегда получите зеленый оттенок гелевой краски или гель-лака. Вот, поэтому пигменты классно как бы использовать именно для смешивания, ну, допустим, с обыкновенными гель-лаками, да, и получать какие-то дополнительные оттенки. Значит, ну, я думаю, что тоже многие из вас знают, можно, например, паутину, паутинку, да, спайдергель смешать с пигментами неоновыми и получить тоже дополнительные оттенки и сделать паутину цветной. Ну, и также хорошо, например, паутину, ну, спайдергель или, да, вот как бы, ну, в простонародье паутинку можно смешивать с пигментами, а можно, мне больше, например, нравится в работе, когда вы просушиваете, допустим, спайдергель и втираете пигмент в него, ниточки получаются тоненькими, цвета довольно-таки яркими, и можно сделать как бы паутину абсолютно любого цвета, все будет обусловлено только тем, какие пигменты у вас есть в наличии. Тоже классно. То есть еще раз как бы можно смешать гель-лак, можно смешать гелевую краску, можно смешать паутину, можно смешать, девчат, эмпасту, да, эмпасту, гелевую краску для безостаточной липкости, которую можно рисовать сверху. Ну, вот у меня тут под руками есть эмпаста белый декор. Вот мы просто в дизайнах добавим работу с этой импастой. А вообще, как бы классические импасты гелевой краски без остаточной липкости, их точно так же можно смешивать с пигментами и получать новые оттенки. Вот, поэтому как бы очень универсальные пигменты получаются. Если они у вас есть в наличии, это очень круто на самом деле. Вот, значит, ну и мы волей-неволей в наших дизайнах, паутина белая должна быть, вот девчата задают вопрос, на самом деле, как бы, если вы втираете пигмент в белый цвет или именно с белым смешивать, то цвета, конечно, получаются намного ярче, нежели вы будете втирать их в черный цвет, в черную паутину. Поэтому, конечно же, под неоны все-таки лучше все-таки играться с белыми цветами, ну или с пастельными оттенками, да. Вот, поэтому белая импаста, белая паутина, белый гель-лак, белая гелевая краска, вот все классно как бы смешивается именно с пигментами. Но вот про паутину мы еще сейчас будем говорить. Мне, например, все-таки больше нравится не смешивать, потому что это хлопотно натянется, за кисточкой не очень комфортно получается. Все-таки удобнее все-таки втирать пигмент. В принципе, то, что мы с вами и сделаем, как бы, если обратить внимание на наши варианты, вот видите, цветные ниточки, это все белая паутинка, только мы будем втирать в него пигментик. Вот, что нам еще в работе потребуется, кроме импаста, значит, нам будет нужна белый гель-лак, нам будет нужен в дизайнах черный гель-лак, если вдруг кто-то захочет повторить. Нам будет нужен, конечно же, топ без липкого слоя, в нашем случае это Теклос. Ну, опять же, это может быть любой топ без липкого слоя, просто в нашем случае это Теклос. Так, для того, чтобы прикрепить декорации, будем пользоваться слайдер-топом. Если у вас такового нет в наличии, ничего страшного, можно воспользоваться липким слоем базы. Кстати, да, вот сейчас вот вопрос спрашивает, пластилин, я даже, мне кажется, начала говорить, но так как в силу того, что нервничаю, не договорила, пластилин тоже можно. Вот Наталья, Наталья Ковалева спрашивает, пластилин тоже можно? Да, конечно, можно, тоже классно замешивается, можно отдельно куда-нибудь в палитрочке размешать, и причем он будет сохраниться очень долго, если вы будете убирать от цвета. Пластилин тоже можно смешивать с пигментами. Вот, то есть, как бы, все, я потихонечку начинаю разбирать свою баррикаду, и хочу обратить ваше внимание на то, что у нас еще потребуются с вами вот такие вот летние слайдеры. Они вышли, как бы, одни из последних, которые вышли у нас в виде декораций. Вот, значит, ну, опять же, кому интересно, значит, это будет номер 88, экзотика, например, да, можем воспользоваться. Это слайдер, да, слайдер, просто в ЭМИ, компания ЭМИ называет свой слайдер Nail Dress, одежда для ногтей. Можно краить, выкраивать, раскраивать и так далее. И можно взять, например, в работы 87, например, Nail Dress, апельсины. Видно такие вот, ну, девчат, лето, еще июль даже не закончился. Продлеваем лето, я думаю, что просто птичек или кокосы трудно будет прикрепить на ногти зимой или глубокой осенью. Поэтому надо, конечно, взять и воспользоваться готовыми решениями, прикрепить и все-таки посмотреть в окошко, что там все-таки еще лето, правильно? Вот, и сделать яркие цвета за счет того, что мы с вами яркие слайдеры прикрепим. Очень удобно, опять же, пользоваться, я, наверное, как попугая-пупка, если кто-то наблюдает, я, как бы, каждый четверг выхожу в прямой эфир и говорю о том, что любые шермикончики, да, наклеечки, вот, в компании ЭМИ называется шермиконы. Каждая отдельная надпись, это как отдельный дизайн можно использовать. Вот, значит, очень сильно осовременивает любые дизайны, если вы будете, допустим, добавлять куда-то в работу какие-то такие небольшие слова, выражения там и так далее. Кто не силен в английском языке, не переживайте. У компании ЭМИ на самом деле нету никаких таких плохих, знаете, там всяких нехороших слов. Вот, поэтому все такое, знаете, все очень щадящее, вот, поэтому, как бы, не бойтесь, даже если вдруг где-то чего-то, ничего такого, в принципе, тут стыдного-постыдного, конечно же, нет. Вот, значит, шермиконы в виде всяких надписей, словечек и выражений тоже нам хорошо подойдут к любым дизайнам. Спасибо за советы, очень интересные ваши дизайны эфира. Спасибо вам большое, девчат, на самом деле, в момент, когда ты нервничаешь, вот, прочитать нечто подобное, очень прям успокаивает. Итак, ну что, начнем. Все, в принципе, мы с вами все перечислили, возьму теперь типсики. Так, это попозже, пока будут типсы сохнуть, где-то чего-то, значит, мы эти пигменты откроем. Так, ну и начнем с такого, с очень простого элементарного дизайна. Ну, например, воспользуемся паутинкой, да, спайдергелем в нашем случае, паутинка в простонародье. И попробуем сделать, как бы, разноцветной паутину. Просто единственное, что это несложно, самое главное, технически подойти к этому вопросу. И для этого мы с вами сделаем какой-нибудь вот такой вот очень красивый, очень красивый фон, очень красивый фон. И для фона возьмем гирлак номер 30. Черный глянец. Я вообще считаю, что это самый красивый цвет. Может быть, я в ваших глазах немножко какой-то такой человек мрачный. Так, у меня почему-то резкость, оп, все, появилась. Так, ну и покрываем черным цветом. Это может быть черная гелевая краска, это может быть черный гирлак. Ну, в нашем случае я взяла гирлак номер 30, черный глянец. Ну, гирлак, конечно, у нас такой довольно-таки плотный, поэтому достаточно будет нанести один слой. Но на клиентах я бы все-таки рекомендовала... Я ей все-таки рекомендовала бы нанести два тоненьких слоя. Так, сразу пока будет сохнуть, значит, можно воспользоваться, например, каким-нибудь бежевым оттенком. Можно какое-нибудь сделать нюдовое покрытие. Может быть, это какая-нибудь камуфлирующая база. Это у нас будет второй вариант. Просто пока сохнет наше покрытие, нанесем еще один, да, гирлочок. Так, ну, кому интересно, опять же, мой любимый 151-й. 151-й, это из коллекции свадебной. Красивый такой бежевый оттенок с легким золотистым мерцанием. Вот. И, значит, у нас получается вот такое вот натуральное ногтевое ложе. Так, сейчас чуть-чуть повыше камеру. Простите, ради бога, а то сейчас, наверное, там в глазах вот так сделаем. Вот, значит, покрою и просушу. Нет, видишь? А, все, вот так вот. Вот так вот лучше видно даже. А то просто из-под камеры, ну, очень неудобно. Вот сейчас мне просто самой полегче стало. Так, просушиваем. Ну, как правило, в любом случае, да, любой гирлак сохнет 30 секунд, и этого времени достаточно. Так, и мы сделаем, как бы, еще третий вариант. И я надеюсь, мы, конечно же, успеем. На самом деле, варианты совсем простые, будут быстрые. Вот, и еще один вариант мы с вами сделаем. На белом фоне сделаем втирочку. И я взяла для покрытия белый гирлак номер 001. Можно даже не до конца, потому что типсинка довольно-таки длинненькая. У меня вот здесь вот образцы, когда делала, это более коротенькие типсы получаются. Так, и просушиваем. Итак, первый фон у нас высох с вами, да, это будет черный глянец. И мы будем готовить его для того, чтобы намотать ниточки, да, спайдергелем воспользуемся. Значит, для того, чтобы пигмент не втирался в поверхность, да, ну, так как у нас все-таки любой гирлак, любая гелевая краска, они, конечно же, после просушки имеют дисперсию. Вот, значит, мы пользуемся обычно топом без липкого слоя, в нашем случае это теклос. Теклос наносим на поверхность и сушим минутку, а лучше две. То есть, получается, мы наносим топ и закрываем нашу липкую поверхность, да, дисперсионный слой черного покрытия. Закрываем, закрываем и просушиваем. Ну, как любой топ, лучше сушить, конечно, минутку, а лучше две. Ну, мы посушим минутку, потому что мы немножко ограничены во времени. Так, бежевый фон тоже самое, я перекрываю теклосом. Теклосом это топ без липкого слоя. В нашем случае, теклос, может быть, в вашем случае, да, вы работаете на каких-то других материалах, поэтому посмотрите, просто вам нужен топ без липкого слоя. Да, именно гель-лаковый, мягкий, чтобы он хорошо держался на любых поверхностях. Просушиваем одну минутку. Так, а здесь, в нашем третьем варианте, мы сразу начнем делать втирку. Значит, мы будем втирать в липкий слой белого гель-лака неоновые пигменты. Ну, давайте возьмем, например, вот такой синий пигмент. Давайте возьмем какую-нибудь фуксию, там вот 190, например, розовенький, они будут хорошо сочетаться. Вот этот, вот этот. Можно, например, если поверхность, ну, как бы, размер ноготочка позволит, можно еще и еще цвета, как бы, домешать. Можно только один цвет какой-то взять. Так, ну, например, да, ограничимся. Так, и теперь мне нужна какая-нибудь страшно лохматая кисточка. Страшно лохматая кисточка для того, чтобы втереть пигментик. Так, я с экрана уберу, потому что... Чтобы резкость была, да, на типсинге. Так, ну, какая-нибудь страшно разлохмаченная кисточка. Лучше всего брать какую-нибудь мягкую, знаете, лучше всего какую-нибудь белочку, там, или какую-нибудь кисточку из натурального ворса, который вы, там, тени, например, наносите на веки, да. Так, ну, и поехали. Вот, например, аккуратненько мы ватрем с вами в липкий слой, да, гель-лак я просушила 30 секунд. И, несмотря на то, что даже 30 секунд, можно было чуть поменьше сушить. Это я просто разговорами отвлеклась. Вот, и поэтому просушила 30 секунд. Можно было просушить даже секунд 15-20. Вообще, как бы, я даже где-то там просматривала мастер-классы с неоновыми пигментами. Видела, как бы, девчонки, вот там, на YouTube-каналах тоже, как бы, свои ролики размещают. И, прямо, видела девушку, которой, вот, все было, как бы, не продукция Эми, а вот белый гель-лак был именно от Эми. И, как бы, она говорила о том, что очень хорошая дисперсия, даже если пересушить гель-лак, все равно она остается. Но я бы не стала бы рисковать пересушивать. Ну, 30 секунд достаточно. Просушили бы поменьше, тоже было бы неплохо. Я сейчас не старалась добиться какого-то плавного перехода, потому что это будет видно частично. Но, чем больше всяких оттенков, тем оно в результате будет интересней. Так, просушиваем, девчат, ну, пусть это будет 10-15 секунд. Предыдущих два варианта. Очень важно, девчат, мы все-таки пользуемся гель-лаками. Гель-лак, я это пористый материал. И часто бывает так, что, если, например, немножечко не досушить, то без липкого слоя, то пигмент может где-то там остаточно втереться в поверхность. Поэтому я, например, обычно для работы с пигментами, если мне нужно, чтобы пигмент попал только на рисунок, можно взять бафик, ну, вот, например, какой-нибудь мягенький. Вот я взяла 220 на 280, с самой такой мягкой стороной, аккуратненько, сильно не давить, просто снять слегка блеск. Ну, во-первых, исцепление будет лучше гораздо с последующим слоем. Вот, и теперь я точно на 100% уверена, что пигмент не вотрется никуда, кроме рисунка, который я сейчас буду рисовать. Забафили. И забафили второй вариант, да, вот наш черный фон. Сняли блеск. Постарались это сделать аккуратно, плотненько, чтобы нигде даже пробелов никаких не было. Все, сняли блеск и обязательно с помощью обезжиривателя и какой-нибудь там безворсовой салфеточки взяли и обезжирили поверхность. Но обезжирили не потому, что тут есть какая-то липкость, мы же брали топ без липкости, правильно? А просто для того, чтобы убрать вот пыль от опила. Все. И высыхает на воздухе. Убираем с помощью обезжиривателя пыль, которая у нас осталась после того, как мы прошлись по поверхности бафиком. Так, все. Два фона у нас готовы. И третий фон. Вот он подсох. Тоже, в принципе, пока готов. Мало ли, может, там кто-то только сейчас подключился. Мы с вами покрыли, да, ноготочек белым. Не смотрите вот на это место. Это я просто как бы сделала покрыть. Можно было просто весь ноготь покрыть. Вот, но так как поверхность большая, на самом деле, как бы, и это место потом будет закрыто какой-нибудь, например, декорацией. Видите, тут вот кокосики, гранатики, там птички с цветочками. Вот, поэтому, в принципе, как бы я потом даже это место просто черным могу закрыть. Так, ну и начнем со спайдергеля, да. Значит, будем наматывать спайдергель. Наматывать, отматывать, да. Так, можно взять, например, апельсиновую палочку, можно взять зубочистку, можно взять кисточку или просто кисточку перевернуть. Абсолютно непринципиально важно. И, например, вот таким образом, так, я вот так с экрана сейчас все уберу, немножко удалила, чтобы было просто видно, что из баночки очень хорошо тянется, знаете, похвастаться. Вот, ну и, конечно же, конечно же, очень много всяких вариантов со спайдергелем есть в эфирах. Очень много мастер-классов мастера выкладывают. На самом деле, мне очень нравится с ней играться, интересная эта штука. И интересно тем еще, что от Эми, знаете, такая скрытая реклама, да, может быть и скрытая, да, рекламируют, да. Но что теперь, если я здесь работаю, живу здесь, ну что мне теперь, не рекламировать? Мне нравится, когда в комментариях потом пишут, ой, только все рассчитано на продажу и так далее. Да не обязательно же пользоваться именно этим. Ну, просто пробовали многие разные варианты той же паутинки, а наша получается все равно самая лучшая. Вот видите, прям намотала практически на весь палец. Понятно, что кожа вокруг ноготочкой спачкается, понятно, что будет спайдер лежать на валиках. Просто потом с валиков убирается влажной салфеткой. И даже, знаете, можно не обязательно смачивать ее там в обезжириватель или в какой-нибудь евроклинсер, или в какой-нибудь там жидкой со спиртом. Спирт можно выпить, дыхнуть на руки, просто влажной салфеточкой вытереть. Так, и просушиваем спайдер, девчат, 30 секунд. Значит, спайдер гель, который вот, допустим, от компании Эми, он высыхает в течение 30 секунд. И, конечно же, имеет дисперсию, то есть имеет липкость. И вот именно в эту липкость, вот видите, меня вот Танюша поддержала. Я тоже пробовала разные паутинки. Да, этот Эми самый лучший. Да, действительно, мы тоже пробовали разные. Конечно, как бы, ну, есть с чем сравнить. Вот, но на самом деле можно пользоваться любой, который есть у вас в работе. Так, ну, и 30 секунд прошло, и мы с вами втираем пигменты. Ну, тут можно, конечно же, поглумиться и добавить все цвета радуги. Точно так же и на белый фон прикольно. Ну, вот, если уж, раз уж тема все-таки про неоновые пигменты, то, конечно же, они лучше всего, ярче всего, конечно же, смотрятся на белой паутине в любом случае. Так, ну, а мы с вами вот тут вот по центру можем сделать прям какие-нибудь поярче ниточки. Так, можно продолжить, например, там синенькими ниточками. Причем там, где розовые с синеньким, да, такой легкий фиолетовый переход может получиться. Кстати, вот видела, ну, допустим, вот у нас нету фиолетового неонового пигмента. А вот в любых других компаниях где-то там еще я видела, что есть. Ну, можно, допустим, опять же, если смешивать, получается дополнительный оттенок. Тогда я не вижу как бы смысла там покупать что-то лишнее. Вот, ну, желтенький, синенький, розовенький, цвет фуксии. И в обратную сторону можно точно так же там пойти синенький нанести. Так, и чем-нибудь поярче закончить. Ничего, что если будет вот так вот тут вот яркенький. Где-то что-то будет у нас видно, где-то что-то будет не видно. Так, и стряхиваю все пока. И я думаю, что видно, и мне как бы вот тоже видно, что где-то вот остались фон черный, да, как будто бы немножечко испачкан. Ну, видите, такой вот как в дымке, как будто в пыли в какой-то. Ничего страшного. Когда мы будем перекрывать топом, и мы будем перекрывать, естественно, все это в яркость себя вернется, и все будет хорошо видно. Так, просушиваем, обязательно просушиваем. Иначе потом, когда будете покрывать, оно может просто все потянуться за кисточкой. Поэтому обязательно сушим. Так, ну и после того, как засыхает, просыхает, высыхает дисплеер, это, господи, полимеризация, да? Да, мы, допустим, ну подсушили пусть 15-20 секунд. Естественно, стряхиваем все, что не прилипло. И я пока ничем не буду покрывать, потому что мы начнем добавлять сюда декорации. Вот. Но единственное, что можно, например, приготовить слайдеры, да, и мы будем прикреплять слайдеры. И так как мы все-таки будем добавлять к любому дизайну, к фону, который мы сейчас будем делать именно на элдресс, вот в виде таких вот экзотических фруктов и не очень экзотических, пусть пока полежит, потому что дальше мне нужно будет перекрыть слайдер топом, да, чтобы хорошо прикрепился слайдер. Если слайдер топа нету, то тогда можно будет потом тоненько перекрыть базой и прикреплять слайдеры на липкий слой базы жидкой. Так что пока мы приготовили фон и дальше продолжим с ним работать чуть-чуть позже. Так, теперь здесь, значит, мы с вами взяли, допустим, камуфлирующая база или какой-то камуфлирующий цвет гель-лака, вот, и после этого покрыли топом безостаточной липкости, в нашем случае Т-класс. Т-класс просушили одну минуту и забафили. То есть это, в принципе, все последовательно, вы запомнили, ничего в этом такого нету, да, абсолютно. Обезжирили. И вот теперь с помощью, опять же, белого гель-лака, белый гель-лак, можно нарисовать какой-нибудь незамысловатый рисунок. В базовом курсе художественной росписи есть у нас такое понятие, так, дырочки. И вот как раз-таки мы сейчас с вами возьмем и нарисуем дырки. Значит, растянем их практически на всю поверхность, и получается очень интересный такой фактурный фон. Так, хоть он у нас и будет плоскостной, но все равно будет смотреться прикольно. Причем, вы знаете, как бы можно нарисовать дырочки как бы разного размера, разного диаметра, более круглые или более вытянутые. Самое главное – отработать соединение между линиями, чтобы не было нигде острых углов. Это у нас гель-лак, и он, конечно же, довольно-таки жидкий. Можно было взять гелевую краску. Ну, вот если, например, брать от компании Эйми, то это альпийский снег, довольно-таки известная гелевая краска. Многие с ней работают. Можно взять альпийский снег. Единственное, вы знаете, вот мне кажется, все-таки дисперсионный слой у белого гель-лака намного лучше, чем, допустим, у гелевой краски. Хотя он тоже есть. И, например, если бы я сейчас держала в руке альпийский снег, то я бы вам сказала, просто сушите не 30 секунд, допустим, да, но 15 секунд. Это время достаточно для того, чтобы полимеризация практически уже завершилась, но при этом как бы дисперсионный слой еще как бы остался, да, не пересушенный. А вообще, вот я очень древний мастер, старый мастер, раньше, может быть, у кого-то из мастеров, кто вот давно работает с компанией Эйми, может быть, у вас есть в наличии такая гелевая краска, как классический белый. Вот не альпийский снег, а классический белый цвет называется прям. Вот, и эта гелевая краска, она не такая была кипельно-белая, это был больше такой технический гель, вот втирать что-то в него, отпечатывать там на него и так далее. Так вот, если, например, у кого-то есть в наличии классический белый от Эйми, это шикарная гелевая краска с очень хорошей дисперсией. И поэтому там всякие, знаете, можно нарисовать и те же дырки, и какие-то рептилоидные пятнышки, полосочки, линии и так далее. И просушить прям по-взрослому 30 секунд, не париться, и пигмент будет очень хорошо втираться в эту липкую поверхность. Ну, так как у меня тут под руками не было классического белого цвета гелевой краски, вот, поэтому я взяла белый гель-лак. Ну, и потом белый гель-лак, это более доступный материал сейчас для всех мастеров, и многие работают с белыми гель-лаками без всяких проблем. Так, ну, типса у меня довольно-таки большая, если честно, я просто не стала вот мельчить, ну, наверное, я бы стала бы мельчить, если бы мне было удобно. Поэтому я сейчас вам буду рассказывать о том, что мне так неудобно под камерой, поэтому я нарисовала такие довольно-таки крупные дырочки. Ну, на самом деле так оно и есть. Поэтому я надеюсь, вы не будете судить сильно, строго. Так, ну, и промежутки могут быть совершенно разными. Итак, ну, на самом деле, как бы, будет лучше видно, как втираются пигменты. Просушиваем 30 секунд. Так, и самое важное, вот я сейчас тут заметила, что вот тут вот хочу, чтобы не было острых углов, чтобы, знаете, прямо все соединения были очень плавными. Просушиваем. Можно просушить 20 секунд, можно просушить 30 секунд, все равно вотрется. Я проверяла, честное слово. Так, ну, и пока сохнет, еще один, да, вариант подготовим. Мы с вами, напомню, альпийским снегом, ой, господи, про воду, вот уже начала заговариваться. Вот, а, кстати, вот сейчас вот написала Татьяна, у меня есть 100 лет лежит. Вот, возьмите его в чистом виде, вот под пигменты, это то, что доктор прописал. Нарисуйте френч, например, классическим белым, да, классическая гелевая краска. Белая гелевая краска называется классический белый. Вот, просушите 30 секунд, шикарно втираются пигменты. Еще, может быть, у кого-то из старых мастеров есть такая белая краска, называется белая платина. Белая платина, она вообще была сделана для того, чтобы фольгу отпечатывать. У нее шикарная дисперсия, и фольга отпечатывается на белую платину, и пигменты классно втираются. Можно много дизайнов делать именно с неонными пигментами, ну и с любыми другими. Так, значит, белый гель-лак 30 секунд просушили, сделали втирочку. А теперь, внимание, значит, во многих компаниях есть такие всякие гели, знаете, растекашки. Вот растекашки какие-то, растекашки, интересное, конечно, слово, не будем говорить в стихах, пидиферам мы таким гелем. У нас есть слайдер-топ, по которым очень хорошо растекаются гель-лаки. И, например, если покрыть слайдер-топом и не просушивать, а поставить капельки черным гель-лаком, например, чтобы он легче растекался, его можно смешать с капелькой жидкой базы, вот, и можно смешать, можно добавить, допустим, ну нету базы под руками. Хотя, конечно, трудно представить себе мастера, у которого нету базы под руками. Поэтому можно, например, черный гель-лак смешать с капелькой слайдер-топа. Я, в принципе, наверное, сейчас так и сделаю. Причем, чтобы мне было удобно, я прям вот на перчатку, хорошо, у меня сегодня черные перчатки, да, можно измазаться черным гель-лаком, и не будет особо видно грязи. Ну, потом будет сюрприз. Так, и вот можно прям вот взять капельку, видите, вот слайдер-топ, да, слайдер-топ, либо жидкая база, да, например. И можно капельку-капельку поставить, просто будет легче растекаться. Так, ну, для того, чтобы капельки ставить черным, я возьму кисточку-идеальный мазочек номер 0, так как я кефиру готовилась тщательно, я кисточку вытерла, и вот номер, номер с нее стерла, поэтому, не стерла, что за зороцкое слово, вытерла. Вот, короче, вытирала, выпитирала, чтобы она чистая была. Вот, и поэтому, как бы, это идеальный мазок номер 0, поверьте на слово. Итак, внимание, мы с вами покрываем тоненьким слоем слайдер-топа. Слайдер-топа. В любых других компаниях, которые выпускают, допустим, базы топа и так далее, девчат, я не знаю, чем можно заменить слайдер-топ. Слайдер-топ – это такой, знаете, довольно-таки уникальный продукт, в плане, что он сделан на основе лака, он даже пахнет как лак. Если, например, слайдер-топ нанести, просушить, то у него, получается, на поверхности образуется лаковая пленка. Эта лаковая пленка не дает сколов. Прошу прощения, она не дает сколов. Вот, и поэтому, как бы, вот в работе со слайдерами мы часто его используем. Мы часто используем для того, чтобы втирки сделать, пигменты втереть, фольгу отпечатать и так далее. Такой технический гель. Так, ну что, поехали потихонечку. Сейчас поставим несколько жирных капель, которые будут растекаться, естественно, по этой поверхности. Так. Давайте прям сделаем как-нибудь, 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 ну, наверное, будем прямо делать. Так, вот так вот по центру сейчас поставлю. И вот так потихонечку на небольшом расстоянии друг от друга. Рядышком еще рядочек. Своего рода абстракция. Я думаю, на 100% уверена, что многие мастера, которые тут присутствуют, видели и знают эту технику. То есть, как бы, ничего в этом такого нету. Но прикол в том, что когда вот кончик потом черным цветом покроем, оно будет, конечно, смотреться так вот очень интересно. Знаете, такая, своего рода, такая неоновая рептилия получается. Все, и просушиваем. Просушиваем. И пока сохнет, мы вернулись к нашему второму варианту. И вот белым герлочком нарисовали сеточку. Ну, конечно же, теперь втираем пигментики. Немножечко, например, синего пигмента вотрем. Ну, так как мы с вами фон все-таки закрыли теклосом. Теклос – это топ без остаточной липкости. Просушили одну минутку и забафили. Ну, это гарантия того, что уже точно 100% пигмент не вотрется туда, куда нам не надо. Так, вот розовенький с синеньким. Причем, знаете, я заметила, вот если синенький втереть сначала, а именно на него сверху втирать розовый, то получается вот такой легкий, такой сразу фиолетовый оттенок на промежутке. Так, давайте теперь, например, немножечко вот рыженького возьмем, оранжевенького пигмента возьмем. Немножко, наверное, желтенького. Желтенький такой, яркий, да, прикольно получается. Ну, и закончим каким? Не знаю, зеленым, розовым. Можно, в принципе, любым. Что у нас тут есть под руками? Давайте, не знаю, в синий перейду, потому что синий с желтым все равно даст где-то там зелененький переход. Вот, ну вот, в принципе, нормально. Чистой кисточкой обтряхнула кисточку об салфеточку специальную двухслойную. Так, и теперь все обтряхнула. И, естественно, нужно подсушить. Естественно, подсушить. Ну, подсушить это в смысле, там, 2-3 минуты, ой, простите, 2-3 секундочки подсушили уже хорошо. Просто, чтобы пигмент потом за кисточкой не тянулся. Так, и здесь у нас уже все высохло, естественно, да. Видите, вот такой вот космический получился фон. Многие знают такой вариант. Так, и вот, например, кончик закроем просто черным цветом. Я даже, знаете, не буду сильно там стараться ровненько. Так, вот, видите. Надо, чтобы всегда вот старайтесь, когда делаете какой-то фактурный, да, это я вот сейчас вот тут вот нервничаю, сижу. Акцент все равно вот на желтом пигменте. Вот он, знаете, всегда такой, прям, подсветочку хорошую имеет. И сработает выигрышно на любом. Ага, а сколько просушить? Татьяна Антохина спрашивает. Сколько просушить? Вы имеете в виду пигмент, который мы втирали? То есть мы, например, гель-лак белый просушили 30 секунд, да? На липкий слой втираем пигментик. Ну и просушивайте, сколько вам нужно будет, чтобы втереть на втором пальчике. Ну, например, на второй руке, да, на пальчике там, допустим. Ну, сколько? Минутка вам потребуется, чтобы втереть на втором пальце. Ну и пусть пока первый палец стоит в лампе, ничего страшного с ним не будет. Вот. Ну а давайте там, допустим, 15-20 секунд подсушили, уже хорошо. Вот видите, вот такое, например, сочетание. Вот я тут чуть раньше, да, делала, видно? Даже можно ничего не добавлять, уже прикольно смотрится. Так, значит, подсушили, чистой кисточкой смахнули все, что не прилипнет. И если захочется какую-то декорацию сюда добавить, ну, опять же, будем смотреть, смотря какую. То есть если вам захочется вдруг прикрепить какой-нибудь там слайдер, допустим, то тогда, конечно, нужно будет слайдер топ. А если вы захотите, например, какую-нибудь наклеечку в виде надписи шармикончик, тогда лучше теклос. Ну, опять же, вот сейчас у нас же тут вот покрыт же теклос, правильно? Помните, мы его забафили. Можно, в принципе, сейчас сразу приклеить какую-нибудь наклеечку и добавить потом еще слайдер. Ну, так, чтобы у нас как положено, да? Вы же знаете, что у нас вот мы любители делать такие дизайны, в которых все лучше и сразу. Чтобы было дорого-богато. Мы просто, понимаете, как бы стараемся не сделать не столько там всяких вот таких вот прям дизайнов там носибельных. Ведь каждый элемент вы можете употребить отдельно, да, когда выполняете дизайн. Вот. А мы пытаемся с вами просто добавить то пигменты, то спайдеры, то слайдеры, то шармиконы, как бы совмещать разные техники, да, хотя бы на одной типсе, чтобы была возможность как можно, как бы больше показать всяких техник, да, за определенное количество времени. Так, и, например, хочу добавить сюда, например, птичку. Вы не против, если я добавлю птичку? Птичку, птичку. Ну, например, вот такую. Ну, какую-нибудь маленькую, вот такую. Как раз хвостик какой-нибудь с надписи будет не спадать так вот так вот вниз. Так, это у нас слайдер, да, все, что на бумажной основе, естественно, размачивается в водичке. Это просто у меня в коробочке мокрая салфетка лежит, видно? Так, и теперь, конечно же, слайдер топ. Слайдер топ. Оп, закрыли шермикончик, и пигментик закрепился, видите, за кисточкой не тянется, все, работа как бы чистенькая. Просушиваем. 10-15 секунд. Вот, Татьяна говорит, давайте птичку, давайте. Вот мы с Татьяной просто заранее перед эфиром договорились, что когда я спрошу, что прикрепить, она напишет, давайте птичку, и мы прикрепим птичку. Так, сюда, значит, можно, например, отделить вот здесь вот погранично, например, опять же вспомнить про спайдер, например, почему бы и нет. У нас же все-таки с вами две зоны сейчас получилось, да, у дизайна. Я, наверное, даже соглашусь, если кто-то где-то чего-то откомментирует, что сумбурно, то один вариант, то другой. Ну, просто пока сохнет, удобно сделать еще какую-нибудь, да, добавить, какой-нибудь элементик вот вокруг пальчика можно обмотать. Что-то останется видным, что-то не будет видно. Ну, вот так вот отделили, да, две зоны друг от дружки, просушим. Прикрепляем птичку. Вы не поверите, я сегодня даже пинцет с собой взяла. Ну, вот так, пусть будет птичка с хвостиком. Ой, я, наверное, с экрана ушла. Пытаюсь хвостик выпрямить сейчас. Ну, пусть будет птичка. Немножко потерялась птичка, потому что она красивого жабьего цвета, зелененькая. Так, прикрепили, девчат, подсушили 10-15 секунд. После этого обязательно обработали ультрабондом. Ультрабонд, ну, опять же, это в нашем случае. А ваше может быть какой-то праймер, да, который будет работать как двойной скотч для хорошего сцепления. Ведь, по сути, у слайдеров нет никакой липкости, правильно? Это же как пленка. У пленки нет липкости. И для того, чтобы было хорошее сцепление с топом, нанесли ультрабонд или праймер на поверхности. И после этого обязательно закрепили топом. Это может быть глянцевый топ, это может быть топ матовый. Ну, давайте я просто глянцевым перекрою, пусть оно все блестит. Все-таки лето будет красиво выровняться. Сейчас, во-первых, поверхность станет ровной. И на самом деле преследовали самую главную цель, это пигменты. То есть, как бы, понятно, что рисунок, вот я, допустим, там дырчатый сделала, а можно было сделать просто какие-то полосочки нарисовать, пятнышки поставить. И все это белым гель-лаком, на липкость которого мы с вами втирали неоновые пигменты. Так, все, просушиваем. Это будет наш готовый вариант. Потихонечку заканчиваем следующий вариант. Давайте, например, сюда прикрепим какой-нибудь, ну, например, кокоса, да, просили? Ну, можно и кокос прикрепить. Ну, давайте на следующий тогда кокос, а сюда прикрепим какой-нибудь гранат. Просто как раз тут вот зеленый фон внизу, вот видите, вот здесь вот получит... Ой, у меня типсик приклеился. Так. У меня тут маленькая авария случилась. Сейчас. Палочка испачкалась. Вот тут просто вот зеленый фон, да, допустим, я сейчас сюда красненький прикреплю. Немного ушли с экрана, вернулась. Лучше матовым аптечку глянец. На самом деле, да, согласна. Можно матовым покрыть, а рисунок выделить глянцем. Полностью согласна. Я, кстати, так делала. Я потом оставлю, вот, может быть, кто-то увидит. Вот тут, например, ниточки тоже. И я фон покрывала матовым топом, а птичку просто потом глянцем сверху покрыла. Видите, тоже вот она у меня такая объемная. Ну, как бы видно, что птичка глянцевая. Вот. Надписи достаточно. Тоже согласна. Ну, у нас еще есть целых 15 минут. За завершение нашего прямого эфира я сейчас возьму все-таки гранат, например, вот так. Немножечко уходит время. Я не ушла с экрана. Я здесь, я просто пытаюсь вырезать тут кружок у милой ручки. Вырезать гранат, например. Так, все разместила в воду. А еще прикольно, знаете, здесь есть такие маленькие цветочки. Может быть, на экране будет не видно. Такие вот небольшие беленькие цветочки. Вот вокруг фруктиков они так разбросаны. И мы можем их тоже добавить в нашу работу. А потом их сделать объемными. Так, один цветочек. Давайте вот. Наверное, еще один. Только я вот думаю, наверное, мне надо... Давайте я вот этот возьму. Сейчас настрижем. Намусорим. Тут Екатерина Николаевна на столе. Так. Вот, цветочков добавила в работу. Сейчас мы их тут вокруг гранатика добавим. Так, цветочки есть? Гранат есть? Так, прикрепляем. Как будем прикреплять? Ну, опять же, у нас слайдер топ в нашем случае. Да, у меня же есть слайдер. Если нету, то можно просто на базу. То есть вы тоненьким слоем наносите базу. Можно, например, конечно же, знаете, вот вопрос такой всегда очень спорный. Например, нужно ли наносить на всю поверхность, да, ногтевой пластины, например, тот же слайдер топ, если слайдер будет занимать там буквально небольшое расстояние, да, маленькое там какое-то пространство. На самом деле не обязательно, конечно. Ну, просто покрывая весь ноготь, вы как бы выравниваете натуральную пластину, да, ногтевую. И получается толщина по всей поверхности одинаковая. Вот, просушили 10-15 секунд. Почему 10-15 секунд, если вдруг вопрос возникнет где-то глубоко в душе? То, потому что когда слайдер топ просыхает 30 секунд и более, слайдер потом не двигается по поверхности. А вот если, например, просушить 10-15 секунд, то слайдер очень легко можно подвинуть, сдвинуть, раздвинуть. И вот, и получается, что двигается хорошо. А потом, когда вы уже все распределите по поверхности, вот так, как вам надо, тогда уже можно будет взять и досушить. А через пленочку, естественно, как бы, скажите, что делать? Вот, через пленку, ой, да, проходит свет лампы, получается, и полимеризация завершается до конца. Так, вот так тут цветочек будет торчать. Мы еще его белой импастой отрисуем сверху, он будет такой довольно-таки объемненький. Так, и еще один маленький вот с этой стороны будет выглядывать. Ну, вот так прикроем, да? Вот, все, распределили. На самом деле все это очень просто, и можно было просто на белый фон прикрепить гранаты, и тоже было бы хорошо. Вот, ну, а просто наша тема, как бы, совместить, да, вот, допустим, там, неоновые пигменты, плюс вот такой фактурный рисунок, плюс слайдеры, плюс готовые решения, такой, своего рода, получается, конечно, очень много всего. Ну, а с другой стороны, мы с вами, как бы, за мастер-пласс убиваем несколько зайцев, отрабатывая разные техники. Так, просушиваем. Ну, и, конечно же, давайте сюда вернемся. Помните наш типсик, который лежит с ниточками? Точно так же давайте что-нибудь сюда прикрепим. И кто-то говорил, кокосик, да, какой-нибудь? Давайте кокосик. Давайте кокосик. Давайте я возьму такой поменьше, да, чтобы ниточки все остались видны. Ну, одним кокосом мы, конечно же, не ограничимся. Мы с вами добавим еще и цветочки туда. Будет прикольно смотреться. Гавайская вечеринка такая, знаете, дизайн. О, кстати, неплохое название, да, допустим, для наших цветных ниточек. Так, значит, кокос. Давайте соберем, допустим, туда же цветочки. Здесь тоже кайфушные такие, видите, вот они маленькие, кругленькие. Вот их можно добавить. Я сейчас вырежу три, не знаю, поместятся все три, будет здорово. Не поместятся, ничего страшного. Просто когда цветов много, можно цену больше поставить, правда же? Так, так, раз. Это знаете, почему времечко теряю, несколько секунд в работе, вот минут, потому что пытаюсь обрезать ненужную бумагу. Просто когда вы вырезаете, не, подробно же, конечно, никто не вырезает. Ну, обрезав лишнюю бумажку, все-таки вы убираете ненужную пленку. Тогда сцепление, да, получается, больше площадь для сцепления, чтобы вот меньше вот этой пленочки было. Так, все, цветочки тоже есть. И, 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 может быть, кусочек еще листика потом туда вставим. Ну, посмотрим. Я, по крайней мере, отрежу, а там видно будет. Вот, видно, тут и веточка, и цветочки. Посмотрим сейчас. Франжипани. Цветы. Это не так называются, Тань? Интересно прям. Так, ну что, поехали, да? Прикрепляем. Слайдеры, да, вот они в водичке у нас лежат, ну, на мокрой салфеточке. Значит, либо на базу, либо на слайдер-топ в нашем случае. И вот, смотрите, мы же пигмент просушили, правильно? И фон оставался таким немножко мутным. Я его не трогала, пальцами не затирала, ничего с ним не делала. И когда вы покрываете топом, любым, неважно, топом Текла, с ультрашайном или слайдер-топом, видите, получается, все чистенько и ниточки никуда, ну, цвет, да, пигмент с ниточек никуда не потянулся. Вот я уже несколько раз по одному и тому же месту провела, видите, все четко получается. Все, главное, чтобы технически-то было правильно. Только у меня видна крышка, а теперь только перчатки. Вот я вроде на экран смотрю, вроде типсик на экране. Просушиваю. 10-15 секунд. Здесь у нас все подсохло-высохло. Ультрабондом обрабатываем. Наталья, откройте полный экран. Спасибо. Это не у меня, то есть у меня все в порядке, девчат. Так, ультрабондом или праймером обрабатывайте. Не надо 10 раз вводить по одному и тому же месту, достаточно буквально один раз провести. Все, и давайте мы будем закрывать топом. Это может быть глянцевый топ, это может быть топ матовый. Ну, давайте, мы их собирались сделать матовым. Сейчас, если я найду. Да, нашла. Вельветовый топ. Ну, в нашем случае это вельвет, может быть, это у вас какой-то, может, другой топ. То есть, получается, мы с вами будем по матовой поверхности заканчивать данный дизайн. Закрываем топом, просушиваем. А тем временем сюда прикрепляем все, что приготовили, да, весь наш набор. И, знаете, нравится вот такие вот дизайны делать комфортно, как, знаете, получается, как конструкторы, да. То есть, собираем из готовых решений. Кто-то их взял, придумал, а мы взяли и воспользовались. Листик, кокосик. Так. Так, здесь у нас пока все высохло. Сейчас я пока оставлю, чтобы прикрепить дальше цветочки. Так, цветочки. Гавайская вечеринка продолжается. Цветочек здесь. Кстати, очень такая тема тоже щепетильная. Как прикреплять, например, слайдер на слайдер. Не надо покрывать снова базой или там не надо слайдер топ наносить. Достаточно того, что будет, если вы, например, обработаете ультрабондом или праймером. И прямо на ультрабонд или на праймер прикрепите следующий слайдер. Вот тут будет цветочек у меня. Так, еще один. Повыше можно и пониже. Прикрепили. Обязательно подсушили. Подсушили. Обработали ультрабондом или праймером. Высыхает на воздухе одну-две минутки. И после этого обязательно закрываем топом. Давайте здесь мы глянцем закроем. Пусть все блестит. Просушиваем одну, а лучше две минутки. Теперь мы точно под камеру что-то не видно. Все, выровняли. Так, и в принципе, в принципе, у нас получается с вами все три варианта, которые мы с вами попытались сделать быстро-быстро, много-много. Глаз не оторвать. Ой, феечка. О, господи, спасибо большое. Как же красиво получается. Ну, получается просто цветное очень за счет этих вот цветов ярких. Поэтому оно и прикольно смотрится. Ну, и, конечно же, давайте будем завершать. Ну, в этом плане ничего уже не будем делать, да? Пусть уже лежит птичка наша готовая. А в этом плане мне очень хочется добавить немножко объема лепесточком. Я возьму белую импасту. Можно взять белый декор, можно взять белую импасту. И кисточку, знаете какую? Лепесточек единичка для жестого. Сейчас, секундочку, я вот тут краску просто готовлю. Это у нас импаста. Я вот так на пальчик себе, как обычно. Так, а кисточка, вот она. КЗЛЕ1. Самый маленький лепесточек для жестого. Ну, то есть, если от ими брать. Ну, вот у меня, конечно же, в прямом эфире, как обычно, прорвалась перчатка. Видон потрясающий. Слава богу, что скоро все заканчивается. Так. И теперь лепесточком единичкой возьму немножко импасты на кончик кисточки. Вот совсем-совсем чуть-чуть. Капельку-капельку. Буквально совсем чуть-чуть. И уже на совершенно готовый ноготь я возьму и увеличу объем лепесточком. Вот таким вот образом. Один лепесточек. Второй лепесточек. Ведь, видите, ничего придумывать не нужно. Уже все придумано. Нужно просто взять и воспользоваться, да, как говорится. И вот таким вот образом можно даже добавить чуть больше мазочка. Будет интереснее смотреться. И еще, допустим, когда пробовала делать такие варианты, в серединку цветочков стразики, когда добавляешь, смотрится вообще по-взрослому и так более празднично. Где-то в промежутке немножко добавлю. Можно даже придумать лепесточек, которого здесь в принципе нет. Ну и, соответственно, маленький, да, точно так же мы сделаем. То есть, грубо говоря, конечно, гранаты гранатами, но мы как бы, благодаря тому, что выводим лепестки на передний план, конечно же, гранат остается где-то там на заднем плане. Больше будет привлекать внимание уже непосредственно вот эти вот самые незначительные герои нашего дизайна. Это вот эти вот маленькие беленькие цветочки. Так, просушиваем, просушиваем. Так, и пока сохнет, можно точно так же и глянцевому экрану, ой, господи, экрану уже, да, сказала, нормально? И глянцевому фону точно так же можно добавить небольшие, маленькие, еле-еле-еле заметные объемчик вот так на лепесточке. И следующий цветочек. Волей-неволей, благодаря импасте, мы выводим лепесточки на передний план, получается. Все движения кисточки сверху вниз, грубо говоря, от краешка лепесточка к его центру. Так, и здесь, соответственно. Так, еще, знаете, можно прикольно добавить несколько точечек, например, точно так же белой импастой на готовой поверхности, буквально чуть-чуть вот сюда, вот такой вот колосочек из точечек. Знаете, как бы не знаете, что куда поставить? Поставьте точечек. В любой непонятной ситуации закончите дизайн парочкой небольших, маленьких точечек, белой краской или белым гель-лаком. Но так как мы с вами на готовой поверхности сейчас работаем, то, конечно же, лучше всего гелевой краской без остаточной липкости, и в нашем случае это импаста. Ну вот так, видите, вот интереснее просто получается. Просушиваем. Так. И здесь тоже самое. Кстати, это вот как раз-таки тот момент, когда кто-то сейчас в комментариях, я, простите, говорю, кто-то просто как бы не могу сейчас посмотреть, надо быстренько заканчивать, написал, что, например, можно покрыть матовым топом, и, например, как бы основной как бы герой, вот, допустим, здесь, гранат, да, вывести как бы на передний план, просто покрасив его сверху глянцем. Просушиваем. Ну и, допустим, можно поставить в серединочку стразики. Стразики. Сейчас мы возьмем. Где-то у меня тут в кустах рояль есть. Так, вот стразики. Ну а стразики, как всегда, как правило, на базу ставят, да? То есть, ну вот, если, например, брать Эйми, например, то, например, Екатерина Николаяна Мирошниченко, она любит на Максе базу ставить. Не знаю, я обычно пользуюсь медиум, допустим, базой в работе, поэтому, если, ну, нету под руками Макси базы, то можно взять медиум базу. Вот, поэтому, как бы, или любую, давайте будем говорить о том, что любую базу, которая есть у вас под руками. Вот, поэтому вот у меня есть сейчас жидкая база. Я на жидкую базу и поставлю. Хотя на самом деле, конечно же, на жидкую базу на руках, может быть, не рискнула бы на клиентах, ну, в виде образца, в принципе, можно. Так. Стразик, стразик. На базу. И просушиваем. Ну, вообще, теперь праздник-праздник. И нитки, и пигменты, и слайдеры, и стразики. Ну, все лучшее сразу, да, как мы говорили, как положено, доставлено дому. Здесь тоже можно парочку стразиков воткнуть вот в этот цветочек. Можно где-нибудь вот здесь. Ну, я просто стразиков на стол насыпала. Не пропадать же добро. Сейчас натыкаем. На фотографии будет красиво смотреться, правильно? Если вы боитесь, что на клиентах, допустим, сразу не будут держаться, можете просто взять и обвести каждый камушек, например, тупом без липкого слоя. Например, на базу поставили, а теклосом, например, обвели. Все, просушиваем. И возвращаемся к нашим вариантам, с которым, в принципе, все началось. Я вот так вот сейчас... Оп. И сюда сейчас пристрою типсики, которые мы сделали сегодня. Ну, все то же самое, конечно же, да. Но, конечно, когда делаешь тихонечко сам себе, да, то, конечно же, делаешь все это аккуратненько. А вот под камерой не очень удобно, еще и нервничаешь. Можно, конечно, 10 раз рассказать о том, что нервы тут тебя кроют. И поэтому ты бы сделал, конечно, в 10 раз лучше, но вот именно сегодня магнитные бури сделали свое дело, и так идеально не получилось. Так. Да. Ну вот, ну и на гранат капельки, раз пошла такая пьянка. Ну, да, я согласна, примерно мне тоже медиум база зашла. Вот, Танюша поддерживает. Спасибо большое, Тань. Вот прям чувствую от вас прям шикарную поддержку. Вот, и, и где наши варианты еще? Птичкой и с гранатом. Ну, да, вот знаете, мне прям как бы, да, гранату тут не хватает немножко сейчас бы блеска, да, чуть-чуть бы выделить его. Ну, вот такая вот, вот такая вечеринка, да, как у нас тут, есть у нас Ростой этот замечательный парень. Вот такая вечеринка. И что там еще он говорит? Вот такая вот гавайская вечеринка у нас получилась. Надеюсь, была вам полезной в очередной раз. Встречаемся в следующий раз в четверг, также в 2 часа, если все будет хорошо. Вот, ну и спасибо вам большое за ваше внимание. Действуйте, творите, не бойтесь, совмещайте разные техники. Вот, понятно, что это очень ярко, и, может быть, даже я бы себе не сделала. Но, знаете, есть такие клиенты, которым нравится, и поэтому на одном пальчике можно всегда устроить праздник. Побольше вам денежных клиентов. Удачи, девчат. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok